Вот это разрез гортани во фронтальной плоскости. Если применительно к данному муляжу, мы плоскость располагаем. Сверху какая-то выпухлость. Вот это. Что это такое? Вот он, над гортани. И первая задача наша сориентироваться с отделами гортани, которые можно продемонстрировать на любом препарате, в том числе на сагитальном распиле головы. У нас здесь есть сагитальный распил головы? Посмотрите. Вот сюда придайте, пожалуйста. Красиво. Итак, первый отдел. Вестибульмлярингис. Вот он. Мы его можем показать на сагитальном. Распиле вот здесь тоже. Вот это место. Следующая часть морганий в желудочек. Посмотрите. Это пространство между двумя голосовыми... между голосовой и предверной складками. Вот это место. И третий отдел. Так называемая подголосовая щель. Кавум-инфраглоптидис. Вот оно. Чем отличается данный препарат, который я держу, от картинки? Препарат в сагитальной плоскости, а картинка во фронтальной. Но, тем не менее, все эти три отдела в равной степени присутствуют. Их можно найти. То же самое применительно к сагитальной плоскости. К той же картинке. И к нашему препарату. Вот они абсолютно идентичны. Только на препарате правая половинка, а у меня в руках левая. И здесь также можем различить преддверие гортани, вентрикулес лярингис и кавум-инфраглоптидис. В связи с этим говорят, что гортань имеет форму песочных черцов. Верхняя часть расширена, нижняя часть расширена, а область, соответствующая морганий в желудочек, она наоборот сужена. На этом препарате преддверие гортани можно показать вот так. Тоже мы его узнаем, да? Теперь отдельно хрящи гортани рассмотрим. Для этого наш муляж довольно удобный. Практически так же выглядит, как на рисунке щитовидный хрящ. Мы его не перепутаем. У него две пластинки, четко выраженных, соединенные под углом и верхней вырезкой. Картиляга крикаи, да? Перстневидный хрящ. При таком рассмотрении мы видим переднюю поверхность. И дальше идут хрящи трахеи. Они к гортани не относятся. Но мы их здесь также можем увидеть. И, собственно, так в едином комплексе они всегда присутствуют. То же самое вид сзади. Я перевернул сейчас препарат. Четовидный хрящ. Его заднюю поверхность пластинки мы можем увидеть в таком положении. У перстневидного хряща, посмотрите, сзади гораздо более массивная часть. Она называется пластинка, лямина. У любого перстня есть дуга, которую на палец надевают. И, собственно, то, ради чего перстень делают, со всякой красотой, это более массивная часть. Так вот, у перстневидного хряща эта массивная часть пластинка располагается на задней поверхности. Спереди мы видим только дугу. И, наконец, картиляга аритинаида. Вот эти, к которым в нашем муляже веревочки привязаны. Эти веревочки привязаны для того, чтобы показать потом, как движение черпаловидных хрящей будет влиять на форму голосовой щели. Картиляга и библиотика не перепутаем, он самый наглядный. И, наконец, есть маленький хрящ, который располагается на вершине черпаловидных картиляга куной формы. И вот этот, картиляга третиция, расположенный между большим рогом подъязычной кости и верхним рогом щитовидного хряща. Их здесь два рядышком располагаются, они в непосредственной близости. Потом, когда мы будем сверху смотреть, будет понятно, что они друг к другу примыкают. Вот при таком рассмотрении один от другого различить, как правило, нельзя. Можно было бы второй здесь точно так же подписать, картиляга, карникулята. Но в таком случае просто стрелки бы друг на друга накладывались, я из-за этого обошелся одним. Мы чуть позже это увидим. Теперь смотрим на гортань сверху вот таким образом. Щитовидный хрящ. И пластинка перстневидного хряща. Что касается дуги перстневидного хряща, вот видите, надо заглядывать так, чтобы она стала заметной через пластинки щитовидного. Гораздо легче ее увидеть спереди, да? Но, тем не менее, в разной позиции мы все-таки можем это различить. Наконец, картиляга, ретинаида. Самый верхний. Следующий вопрос связки гортани. На этом препарате у нас только часть связок. И то, с которой мы начинаем, мембрана тирохиаиду, она отсутствует. Она вот здесь должна выполнять все пространство между подъязычной костью и верхним краем щитовидного хряща. Следующая связка края неважна. Лигаментум крико тироиду. Вот она. Вот ее мы можем показать идеально на нашем препарате. Лигаментум крико тироиду. Хорошо, если вы сможете это место у себя нащупать. Это очень важный такой ориентир по двум причинам. Мы говорили, что нижнему краю перстневидного хряща соответствует плоскость, которая будет отделять позади глотку от пищевода. Ну и точно так же на живом человеке, соответственно, мы можем догадаться, что в этом месте заканчивается гортань. А то, что ниже, будет соответствовать прохею. Поэтому перстневидный хрящ, он прекрасно прощупывается. Вы нащупываете щитовидный и спускаетесь чуть ниже. Если вы нащупали перстневидный хрящ, то дальше мы можем и нащупать эту связку лигаментум крико тироиду. Ну, актуальна достаточно, знаете, проблема по двум причинам. Одна из них заключается в том, что бывают иногда ситуации, когда человек чем-то поперкнулся, и народное тело закупоривает уровень голосовой щели. И тогда развивается асфиксия буквально на глазах. Мы можем видеть, что человек посинел. Задыхается. И он может через пару минут просто умереть от асфиксии. В таком случае требуется оказание медицинской помощи, которая заключается в разрезе вот как раз в этом месте. Эта операция называется коникотомия. Мы чуть позже увидим, что эта связка дальше переходит в так называемый эластический конус. Поэтому, если мы это место нащупали, здесь относительно мало кровеносных сосудов, и массивного кровотечения не будет, если мы проткнем это любым острым предметом. Разумеется, тут не побежишь в аптеку за скальпелем в этот момент. Что есть острое, тем острым можно и протыкать. Но это касается именно конкретных участков. Вот самое такое, одно из безопасных мест как раз место, соответствующее легаменту крикотираиду. То же самое смотрим на боковом изображении. Я сейчас расположил муляж в той же плоскости, что и на картинке. Посмотрите, чем отличается муляж от картинки. На картинке щитовидный хрящ делали специально прозрачным, чтобы через него мы могли увидеть, как себя ведет дальше вот эта связка, легаментум крикотираидум, который мы только что с вами видели спереди. Посмотрите, она поднимается от перстневидного хряща, от его дуги куда-то вверх. И дальше будет продолжаться в другую связку, которая обозначена уже номером 11, если вам наверхи там заметно. И вот это ее продолжение вверх получило название эластического конуса. Конус эластикус. Если еще выше подниматься, то самый верхний край этого эластического конуса он закончится складкой или связкой, которая соединяет внутреннюю поверхность щитовидного хряща с передним отростком у черпаловидного хряща, который называется процесс вокализ. Связка в связи с этим, вот она номером 12 обозначена, тоже получила название легаментум вокали. Мне хочется, чтобы на этом слайде мы сейчас уяснили, что вот эти три связки неразрывно связаны друг с другом, как единый комплекс, единое целое. И здесь вы вот заглядывая с разных сторон, увидите, что это правда какая-то муляж. Она и есть муляж. Эластическая ткань сюда пришита, приделана так, чтобы они были единым неразрывным комплексом. Итак, легаментум крикотироидум, конус эластикус и легаментум вокали – это единый комплекс, который переходит друг в друга. Мы искусственно выделяем в этом комплексе отдельные участки, а сам по себе он является неразрывным таким целым. Наконец, легаментум хиоэпиглотико. Под подъязычной кости идет к надгортаннику. У нас на муляже она отсутствует, благодаря чему надгортанник вот так свободно перемещается. Должна была вот здесь быть. И легаментум тироидум хиоэпиглотикум, который образует такой стебелек питиолюс внизу, она у нас хорошо видна. Вот, собственно, в области этой связки тут как раз вставлена пружинка, которая позволяет смещать надгортанникам. Итак, мы с вами здесь обозначили шесть связок. Не хватает одной, последней, которая на обеих картинках отсутствует. Поэтому мы ее здесь специально подрисовываем. Связка располагается параллельно голосовой и выше легаментум вестибуляра. Часто ее называют ложная голосовая. Смотрите-ка. Вот я сейчас показываю место, где она должна быть параллельно. А вот появляются две параллельные линии голубые, которые эту связку изображают. Итак, легаментум вестибуляра эта связка идущая в той же плоскости, что и голосовая, но она не связана с конусом ластикус. И поэтому, когда эти связки покрываются слизистой ополочкой, мы их хорошо различаем в виде склада на препарате на сагитальном распиле. И можем показать пликавестибулярис и пликавокалис. связки гортани тоже один из вопросов, которые по памяти вы должны воспроизводить. То есть уметь письменно написать их по памяти. Возвращаемся к картинке вида сверху. Для чего такая картинка нужна? Собственно, так можно заглянуть в гортань, если использовать специальный лярингоскоп. Как эта картина выглядит, мы чуть позже увидим, но ясно, что легаментом вакалии в таком случае соединяет передний отросток черпаловидного хряща к процессу с вакалия с внутренней поверхностью щитовидного хряща. Что касается складок гортани, это те же самые связки, покрытые слизистой оболочкой. Лигаментом вакалия, будучи покрытая... Знаете, у меня немножко стрелка сместилась в лигаментом вакалии, чуть-чуть надо будет приподнять, я позже это сделаю, сейчас просто комментирую, поскольку запись идет, что кончик ее вот сюда надо будет приподнять, мы его позже сместим. И важно, что если эту слизистую отпрепарировать под этой складкой, мы можем увидеть одноименную связку, плюс, посмотрите, мышечная ткань, это мускулес вакалии. Мышечная ткань поперечно-полосатая, исчерченная, значит, она имеет возможность сокращаться самопроизвольно, то есть отда влияния волевых импульсов. Итак, на правой стороне этой картинки обозначены связки, извините, а с левой стороны одноименные складки. Я хотел этим подчеркнуть неразрывную связь складок и связок. Складка в таком случае более объемное понятие, объединяющее связку плюс мышцы плюс слизь. Те же самые складки гортани вот так выглядят на лярингоскопической картине. Вверху гортань в состоянии произнесения какого-то высокого звука. голосовые связки или складки в данном случае почти сомкнуты. Между ними щелевидное очень узкое пространство, едва различимое. А на нижней картинке это изображение либо спокойного состояния без произнесения звука, либо очень низкого с невысокой амплитудой. В таком случае бликовокалис она с обеих сторон как бы белым цветом здесь подкрашена. Что же касается бликовестибуляриз, мы словно бы через нее смотрим на расположенную более низкоголосовую связку или складку и она менее бросается в глаза. И еще одна картинка это из учебника Сапина. Такая же есть картинка в атласе Сапина, такая же картинка в этой памочке есть, в которой мы будем подписывать. Для того, чтобы представить себе как происходит движение голосовых связок в зависимости от сокращения мышц. Чуть позже мы вернемся к этому вопросу более прицельным, а сейчас сравним картинку левую лярингоскопическую и правую которая является схематической. Черполовидный хрящ имеет пирамидальную форму и если сделать сечение поперечное через него основание его лежит в виде треугольника. Вот этот треугольник нам заметили. И у этого треугольника есть передний отросток голосовой процесс вокализ и латеральный отросток процесс мускуляриз. Они друг к другу располагаются в взаимно перпендикулярных плоскостях. Процесс мускуляриз связан с мышцами которые на него тянут. Вот если использовать мышцы расположенные на задней поверхности вот так как дергая за веревочку можно изобразить на нашем ляже то голосовая связка будет отходить в латеральную сторону а голосовая щель расширяться. И наоборот если тянуть за мышцы которые располагаются на передней стороне это мускулюс крика алети найдус латералис и тири алети найдус то тогда наоборот будет смыкаться голосовая на левой картинке то же самое продемонстрировано в ларингоскопической картине как ее получают используют специальное круглое зеркальце которое наподобие того что стоматологи применяют для того чтобы осматривать зубы допустим с недоступной глазу стороне это зеркальце фиксируется на рукоятке под углом 45 градусов обычный держатель зеркальце приблизительно полтора два сантиметра в диаметре если его аккуратно провести через зерф и расположить в ротоглотке то зеркальце будет отражаться вот эта картина разумеется для этого нужно осветитель еще использовать потому что там темно и видно не так хорошо как на этом изображении поговорим давайте теперь про то как конкретно происходит формирование голоса гортань можно сравнивать одновременно с инструментом духовым с инструментом струнным подумайте от чего зависит звук у струнного инструмента от длины струны раз и от того насколько она натянута чем она меньше натянута тем звук ниже чем она больше натянута звук выше в связи вот с этим натяжением голосовой связки выделяют так называемый напрягающий аппарат гортань который регулирует процесс натяжения знаете как колки на гитаре или на скрипке могут натягивать струну за это отвечает напрягающий аппарат гортань и второе сравнение с духовым инструментом знаете вот эти щели голосовые если их рассматривать допустим на разных лярингоскопических картинах они довольно сильно да и сама вот эта сагитальная форма сечения гортани напоминает органную трубу в органной трубе тоже всегда есть сушеная часть посередине которая собственно регулирует тот звуковой поток что позволяет получить звук заданной высоты для низкого звука это широкое распространение пространства а для высокого звука это пространство сужается значит вот за величину щели голосовой отвечает так называемый устанавливающий аппарат то есть мы говорим о том что все мышцы горта они можно разделить по классификации на мышцы связанные с устанавливающим аппаратом который регулирует величину голосовой щели и с напрягающим которые натягивают голосовую связку таким образом напрягающий аппарат является аналогом струнного музыкального инструмента а устанавливающий аналогом духового музыкального инструмента если говорить про механизм голосообразования то можно его свести к нескольким этапам первый этап это установка голосовой щели в определенном положении речь идет про то что сначала должен функционировать устанавливающий аппарат гортани чтобы представить себе как это происходит попытайтесь вспомнить какой-нибудь собственный опыт когда вам надо было но начать говорить перед перед слушателями обычно в большой аудитории на фоне полной тишины вот вы сейчас что-то должны сказать все это вас ждут вы стоите на сцене и очень важно чтобы то что вы начнете говорить было сразу того тембра и той высоты которую вы сами хотите если человек не имеет в этом плане опыта первый звук может быть совершенно неожиданным потом можно как-то подрегулировать это все но первый он не соответствует тому что ожидаешь такое бывает достаточно часто если это не связано с такой целенаправленной тренировкой почему потому что собственно перед появлением звука как такового вот эти последовательные этапы они последовательно происходят внутри нас внутри гортани и в идеале это осуществляется сравнивая с тем идеалом который мы себе задаем и так голосовая щель устанавливается сразу в то положение которое обеспечивает нужный темп нужную взяту как почему акцент нет но акцент связан с может быть какую-то аналогию в этом смысле можно провести мне кажется они не совсем совпадают почему акцент связан с тем что человек не постоянно использует допустим чужой язык в ежедневной практике и отсюда у него скажем особенности произношения отличаются от носителей этого языка которые говорят на нем ежедневно но это вообще связано не с гортанью а с работой артикуляционного аппарата губ артикуляция какого слова сустав то есть связанное с движениями нижней челюсти и всех мягких тканей образующих щеки губы и движениями языка что-то там не так идеально сокращается а мы сейчас говорим про чистый звук который не связан с произнесением слогов не связан с произнесением каких-то отдельных букв а звук как таковой и так для того чтобы он произошел сначала задается соответствующая величина просвета голосовой щели значит ее мышцы какие-то либо сузили либо расширили до нужного затем происходит второй этап происходит натяжение голосовой связки как на струнном инструменте тоже до заданной величины того звука который мы хотим воспроизвести а что следующий момент перед тем как произнести вот если вы глубоко выдохните и не вдохнете ничего не получится надо на полном вдохе начинать звукообразование на выдохе то есть образование звука происходит за счет того что стол воздуха проходящий через голосовую складку он начинает вибрироваться вибрировать стол начинает вибрировать вся забыл без вся думаете но он же не сам дело в том что он вибрируется за счет движения голосовой мышцы вот если не будет движения голосовой мышцы то и не будет вибрации звука таким образом вот эта трехэтапная последовательность она включает в себя работу двух аппаратов устанавливающего напрягающего а потом включение вибрации голосовой мышцы что в идеале осуществляется на выдохе чтобы был нормальный звук значит вот этот механизм голосообразования складывающийся всегда из трех этапов и первые два этапа связаны с напрягающими и устанавливающими аппаратами мышц тогда конкретно что такое устанавливающий аппарат мышц это аппарат гортания это артикуляция крикоаритинаида и мышцы на него действующие где этот сустав артикуляция крикоаритинаида вот он черполовидные хрящи на нашем муляже держатся на перстневидном на каких-то там проволочках эти проволочки как раз изображает сустав артикуляция крикоаритинаида какое движение возможно в этом суставе в этом суставе возможно движение вокруг вертикальной оси благодаря чему двигается процесс усвокалис либо в латеральную сторону голосовая щель будет расширяться либо в медиальную и тогда голосовая щель смыкается итак артикуляция крикоаритинаида и мышцы действующие на него какие это мышцы они в свою очередь подразделяются на подгруппы на констрикторы которых несколько это мускулес крикоаритинаида латерарис сейчас я вам ее не покажу потому что нам надо будет переключаться на другой слайд а на этом муляже у нас мышцы отсутствуют я уже говорил что нет ни одного препарата на котором можем показать мышцы гортани надо разрезать гортань жалко крикоаритинаида латерарис должна располагаться вот здесь что это значит здесь с внутренней стороны ее невозможно увидеть спереди для того чтобы увидеть мускулес крикоаритинаида латерарис надо отсечь с одной стороны пластинку щитовидного хряща иначе щитовидный хрящ ее закрывает мы потом их взглянем эти мышцы на картинках но сейчас просто сориентируемся по их расположению и рядышком с ней мускулес тироаритинаидус значит обе эти мышцы располагаться будут внутри их нельзя увидеть на передней поверхности ни на каком препарате рикоаритинаидус латерарис и тироаритинаидус констриктором относятся еще две мышцы которые располагаются прямо на задней поверхности черполовидных хрящей вот так аритинаидус трансверзус и рядышком располагается аритинаидус облигус вторая группа мышц это дилятатор в эту группу входит одна единственная мышца мускулес крикоаритинаидус пастерио расположенная как раз наиболее доступна для демонстрации всегда на задней поверхности вот здесь но в то же время если вы мне скажете а можно ли ее увидеть на нашем препарате гортани с языком однозначно нет почему потому что надо там снять слизистую будет с гортаной части глотки для того чтобы стала доступна эта мышца если слизистая у нас не снята нельзя увидеть мышцу и так скажите мне сколько мышц образует устанавливающий аппарат гортани 5 мышц из них 4 констриктора и 1 дилятатор и все эти 5 мышц действуют на один и тот же сустав на артикуляцию крикоаритинаида заставляя его делать вот эти движения которые как марионетка при дергании за ниточки на нашем улеже вращают черполовины хрящ что касается напрягающего аппарата гортани то он включает в себя одну единственную мышцу которая располагается на передней поверхности вот в этом месте называется мускулюс крикотироидус и действует эта мышца на артикуляцию крикотироидус вот этот сустав между чем и чем он скажите мне между пластинкой перстневидного хряща и чем нижним рогом щитовидного хряща таким образом если действовать на этот сустав что может произойти щитовидный хрящ в нем может смещаться вперед вот эта ось фронтальная щитовидный хрящ будет смещаться вперед и назад и так при смещении щитовидного хряща вперед голосовая связка будет напрягаться или натягиваться отсюда и название напрягающего рога это аналог со струнным на сторону и вот мышцы теперь давайте все эти в совокупности взглянем вот эта картинка вид сзади вот так мы смотрим да что здесь видно номером шестым мускулюс крика аритинаидус пастериор единственный и главный дилятатор голосовой щели который обеспечивает низкий звук поднимаемся выше здесь видите как такая перевесь на солдатах начала 18 века так мускулюс аритинаидус облигус парная и рядом с ней более глубоко аритинаидус трансфернус эти мышцы они словно бы сближают черполовидные хрящи друг с другом и тем самым тоже обеспечивают констикцию теперь смотрим на картинку которая является аналогом бокового изображения и тут нам попадается одна единственная мышца мускулюс крикотироидус в которой две головки просто эта мышца действует на одноименный сустав артикуляция крикотироидус вот он изображен и обеспечивает движение щитовидного хряща вперед а если расслабиться он назад возвращается тем самым натягивается голосовая связка и наконец картинка В она изображает тоже боковое сечение но смотрите с удаленной пластинкой щитовидного хряща и тогда стали доступными две другие мышцы вот это тиро артиноидус номер 2 а вот это крик артиноидус латералис номер 3 которые также прикрепляются вот к процессу с мускулярис вот сюда и будут тоже являться констрикторами голосовой щели как вы думаете а что вот это за ямочка что это такое вот это видно вам это суставная впадина для артикуляции крик тироидус то есть вот сюда как раз причленяется нижний рог щитовидного хряща и благодаря этому возможно движение все на этом остановимся